Добрый день, уважаемые слушатели! Здравствуйте, Татьяна Викторовна, рада всех видеть. Давайте проверим качество моего вещания. Если всё хорошо видно и слышно, поставьте, пожалуйста, огоньки. Это значок, который находится слева от чата внизу. Благодарю вас, вижу, что всё в порядке, и я уже готова начинать. Тема на самом деле интереснейшая, и я хочу начать с примера, который случился совсем недавно. На одной из моих групп подготовки к школе. Итак, ко мне приходят родители ребёнка и говорят, смотрите, что у нас случилось. Наш ребёнок нарисовал чёрную фигуру квадратную некую, рядом написал слово «предатель». Ребёнку 5 лет. Что нам теперь делать? На что я говорю, вам сейчас нужно скачать на свой телефон игру «Амонгас», посмотреть, что это за игра, и если вы решите, что для ребёнка она подходит, тогда оставить его в покое, и пусть он в эту игру играет. То есть нам уже нужно смириться с тем, что параллельно с той реальностью, с трёхмерной живой реальностью, в которой живём мы и наши дети, для наших детей актуальна и также реальна ещё и цифровая реальность, актуальнее, чем для многих из нас. И вот об этом сегодня и пойдёт наша речь, наш разговор. Как примирить реальность виртуальную и реальность живую, как воспитывать детей в условиях новой цифровой культуры. И давайте мы начнём с того, а что же у нас отличается, допустим, от того, как развивалось и училось предыдущее поколение. И когда я собрала всё, что знаю по этому вопросу, я поняла, что есть серьёзнейшие отличия. Первое — это в социальной ситуации развития. Второе — в том, что появились как раз смартфоны и другие гаджеты, которые резко очень изменили нашу жизнь. Третье — это то, что уже является следствием из второй и первой причины. Это изменение в развитии мозга детей, которое происходит и которое фиксируют нейропсихологи, которые проводят исследования, изменение в коммуникациях и изменение в том, как формируется воля детей. Вот про все эти актуальные моменты мы и поговорим. Прошу вас задавать в чате вопросы. Я за чатом слежу. И если вопрос по теме и интересный, тогда я на него отвечаю. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, у кого есть звук. Спасибо. Есть всё-таки, да, видимо, это какие-то локальные проблемы. Хорошо, звук есть, это замечательно. Вот, об этом мы с вами о всём поговорим. И начнём с социальной ситуации, с той ситуации, в которой воспитываются дети вот этой новой цифровой эпохи. Пока речь о телефонах и гаджетах не идёт, а речь пойдёт о тех вещах, которые происходят в социуме. Ну и поскольку речь идёт о маленьких детях, а они ещё больше в микросоциуме, в своей семье, то мы будем говорить о том, что происходит в семьях, всё-таки не разворачивая такую большую социальную ситуацию. Итак, что мы видим в семьях, что происходит? Первое — это крайний гетоцентризм. Когда ребёнок становится частью семейной системы, и с ребёнком связаны и тревоги, и ожидания родителей, бабушек. Ну и ситуация демографическая складывается сейчас таким образом, что на одного ребёнка приходится много очень взрослых, и действительно ребёнок становится центром вот этого взрослого мира. Что это нам даёт? У детей нет опыта преодоления трудностей, потому что как только трудности возникают, возникает рядом огромное количество желающих эти трудности за него преодолеть. Коли направлена вся энергия на ребёнка, он очень часто рассматривает окружающих, в том числе родителей, бабушек, дедушек, как некие объекты, которые приставлены к нему для того, чтобы делать его жизнь удобнее. Я немножко утрирую, но когда начинаем говорить с детьми и решать какие-то семейные проблемы, так оно и есть. То есть я живу дома, у меня есть телевизор, кошка, мама, папа и бабушка. Ну вот где-то всё на одном уровне. Все желания выполняются сразу. Родители, которые воспитывают сегодняшнее поколение, они когда-то сталкивались с дефицитом. Это 80-е, 90-е годы. И сейчас часто подсознательно стараются восстановить справедливость и дать своему ребёнку всё и сразу. Поэтому нет такой ситуации, которая была, допустим, лет 10-20 назад, когда ребёнку чего-то хорошего в своей жизни нужно было ждать. Здесь сразу же попросил – получил. Но и отсутствует страх наказания, потому что мы становимся таким более толерантным обществом, обществом без насилия. Ну и я сейчас, чтобы было понятно, не радуюсь за то, чтобы вести наказание. Как, чем можно заменить вот эти наказания, я скажу чуть попозже, в конце вебинара. Но, тем не менее, дети ничегошеньки не боятся, и это тоже накладывает отпечаток на то, что происходит. Вот. Опять-таки, это мои наблюдения, мои и коллег, возможно, у вас другая ситуация. Мне сейчас хочется получить согласие или несогласие. Кто согласен с тем, что это есть, поставьте цифру 1 в чат, пожалуйста. Ну, для меня тоже должна вот эта обратная связь. Итак, цифра 1, если где-то центризм, вы тоже наблюдаете. Свои комментарии тоже можно оставлять. Второй момент – это ребёнок, который рассматривается как родительский проект. То есть мы всё сделали правильно, сделали карьеру, у нас теперь есть квартира, есть машина, теперь следующий проект – это ребёнок. И мы рожаем ребёнка, и он должен соответствовать каким-то требованиям. Поэтому часто мы видим завышенное ожидание от детей, и хотят, чтобы дети были очень умными, очень талантливыми. Вера, я не говорю сейчас про вино, мы говорим о том, что это есть. Вот эта ситуация есть, мы с ней живём, и в этой ситуации работаем. Корректировать, да, можно родителей, но понимая, что происходит с ними. Вот, следующий момент – это перегрузка от различных занятий. У меня есть дети, воспитанники, у которых кроме наших тренингов и групп ещё по семь кружков. Действительно, семь, там, шесть, пять вот такие вот цифры называют, и, конечно, дети ужасно перегружаются. Следующее – это подавление воли. Особенно это видно уже у детей школьного возраста, когда я спрашиваю, ты чего хочешь? Я не знаю, чего хочу, потому что очень часто волю диктовали взрослые, и он свою волю проявлять не привык. Страх ошибки. Страх ошибки связан с тем, что если я ошибусь, думает ребёнок, то мама будет мной недовольна, и мама очень сильно расстроится. Ну и отсутствие свободного времени по той же причине, потому что есть кружки и секции, какие-то развивающие занятия, прогулки, походы, поездки с родителями, но времени посидеть, подумать о смысле жизни, его нет. Вот, это то, что происходит. Если согласно цифру 2, ну, чат, тоже сравним наши ожидания и понимания. Третье, то, что не было, наверное, в предыдущих поколениях, это дружба с родителями. Сейчас во многих семьях у нас очень демократичные отношения, и родители проговаривают с детьми все проблемы свои, все проблемы рабочие, домашние. У детей просят совета, с детьми советуются по поводу принятия решений. Ну и эта палочка тоже о двух концах, потому что в таких семьях дети получают отсутствие границ. Если я с родителями дружу, то, да, должна быть золотая середина. Ирина, абсолютно точно, во всех этих проявлениях нужна золотая середина. Вот, если границ нету, то на самом деле, с одной стороны, это такая свобода полная, а с другой стороны, ребёнку страшно. Потому что, окажись вы, допустим, в комнате, в которой нету стен, и сразу же выход на улицу, это какой-то верхний этаж, непонятное помещение, вам наверняка будет страшно. Границы ребёнку нужны. Точно так же родители, которые опускаются в своих отношениях до уровня ребёнка, они создают ситуацию, в которой у ребёнка не будет опор на родителей. Ну и на детей складывают очень часто ответственность за какие-то свои решения. О, в свободное время будет играть в телефон. Вот не всегда, тоже расскажу, не всегда будет играть в телефон, но для этого нужно создавать ситуацию, чтобы он чем-то занимался. Ну и четвёртое — это бурно развивающаяся индустрия детских развлечений, потому что в последнее время возникло много агентств праздника, квестовых каких-то организаций. Где-то снимают фильмы, где-то делают фокусы, где-то показывают научное шоу. То есть ребёнок приходит, его развлекают. Ну и если вы знаете, если дети делятся с тем, как проводят они дни рождения, то вы прекрасно понимаете, что здесь идёт некое негласное соревнование между родителями. Если мы сводили в Лазертаг, то другие будут вести уже на какой-нибудь квест. Сходили на квест, значит, надо ещё какое-нибудь мокрое шоу и так далее. Их развлекает ТикТок, Инстаграм и так далее. Вот не всегда. Давайте уже расскажу. Вот недавно совсем я вернулась из лагеря, из весеннего лагеря, в который мы ездили с детьми. И там происходило такое удивительное для многих родителей событие. Родители звонят и говорят, где мой ребёнок? Я говорю, ну вот где-то гуляет, в сугробе ребёнок. Почему не звонит? И я не вижу его активности в соцсетях, не вижу его в WhatsApp. Ребёнка достаем из сугроба, говорим, слушай, иди позвони уже родителям. Он говорит, да, хорошо, сейчас только лошадку поглажу. Через час мама звонит, где мой ребёнок? Ну и так далее. То есть иногда ребёнка приходится очень долго убеждать в том, что нужно взять в руки телефон и позвонить родителям. А почему? Потому что реальная жизнь рядом, и она захватывает воображение, потому что дети у нас всё-таки живые, при том, что у них есть телефоны, тиктоки, инстаграмы и так далее. Но и сугробы, лошадки и прочие вещи ценятся ничуть не меньше, чем у других поколений. Вот про скоку тоже расскажу. Смотрите, отсутствие скоти, это на самом деле не очень хорошо, потому что наш мозг устроен таким вот особым образом. Если мы получаем информацию, то мы её одновременно как бы плохо перерабатываем. Она копится, 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 и нужно какое-то время для того, чтобы эту информацию обработать. Ну, то есть мы о чём-то узнали, и нужно составить своё мнение об этом или просто как-то отструктурировать информацию. Если нет времени, когда ребёнку скучно, то эта информация будет просто оседать вот в таком вот хаотическом порядке, в котором она к нему приходила, и выводы из этого делаться не будут. Поэтому дети дошкольного возраста у нас перегружены информацией, они всё знают, но применить эту информацию они не могут. Поэтому время на скуку должно быть. Даже если он сидит, лежит или ставит ленту смартфона, то всё равно при этом каким-то образом мозг обрабатывает мысли. Вот хорошо, что у нас есть такие интересные комментарии. Детей необходимо учить играть друг с другом в садик. Да, если раньше это делали дворовые компании, теперь это предстоит делать нам. Но об этом, собственно говоря, наша речь и идёт. Отсутствие интереса к реальной жизни. Не могли уговорить мальчиков из класса поехать по странам Скандинавии, потому что там нет интернета на пароме. В моём детстве поездка в соседний город – событие. Ужасно неудобные стали дети. Ну, с одной стороны неудобные, с другой стороны удобные. Для многих родителей очень же удобно. Дал телефон, включил мультики и всё. Тишина наступила. Вот, а неудобный ребёнок, его надо отпускать на улицу, отстирывать потом, искать где-то там по чужим дворам и так далее. Ну вот это тоже. Мы должны меняться, чтобы их завлечь. Да, мы должны быть, на мой взгляд, становиться более живыми. Вот теперь, собственно говоря, про телефоны, которые появились, и они буквально изменили нашу эпоху. Всё, изменили наши отношения между людьми, отношения к жизни, отношения к себе. Он что-то с трёх лет в руки дал, и всё. Вот, ага. Вот смотрите, как раз мы на эту тему вышли и практически хором говорим. Мне это очень нравится. Что нам даёт смартфон? Ребёнок всегда на связи. Ну вот как ситуация с телефоном, суброгом и лошадкой, когда ребёнок не на связи, у родителей уже тревога возникает, и эту тревогу разместить некуда. Смотрите, когда ребёнок на связи, тревогу размещать очень удобно. Позвонил, ребёнок на месте, и всё. А если ребёнок не на связи, то нужно, во-первых, его обучать правилам безопасности жизни, а во-вторых, эту тревогу гасить каким-то другим способом, а это уже сложнее, это уже работа над собой. Гораздо проще позвонить по телефону и спросить, ну, что мы обычно спрашиваем, когда звоним ребёнку. Напишите в чат первое слово. Набираем телефон, спрашиваем. Ты где? Не знаю. Вот. Второе, всё под контролем, то есть телефон становится таким... Вот-вот-вот, да, ты где? Точно-точно. Телефон становится таким поводочком для ребёнка. Есть сейчас ещё и часы телефона. Вообще очень удобно, там можно отследить до шагов, где он, можно послушать, чего он говорит, с кем разговаривает и так далее. Вот. Вот этот контроль. И тоже, смотрите, когда этого контроля много, ребёнок понимает, что он защищён, тогда ему не нужно искать свои собственные средства защиты, потому что он точно знает, попадя он в какую-то неловкую ситуацию, он нажмёт СОС на кнопочки там своего телефона часов, и мама или папа прибежит на помощь, как вот в рекламе, да, современной. Вот. Родителям, опять-таки, не нужно делать ребёнка самостоятельно, потому что, ну, вот, гораздо проще контролировать самого. Вот. Всё в памяти. Следующее – это когда мы уже не рассчитываем на свою память, на запоминание, и понимаем, что можно там зайти в поисковик, найти то, что нам нужно, посмотреть, и даже сохранять в телефоне не нужно, потому что интернет всегда под рукой. И ещё один такой момент – это всегда на виду. Ну, вот, если вы утренники проводите, то вы наверняка видите, что мамы на своих детей, на утренники смотрят через видеокамеру. Все видео снимают, видео это потом выкладывают, делятся, но какого-то живого участия не получается. То есть дети смотрят на маму, а там сплошные телефоны и видеокамеры. Вот. То есть вот наши телефоны современные, они нам заменили очень две важные вещи. Заменяют это свой собственный мозг, и это нашу социальную реальность. Смотрите, что и каким образом заменяется. Видеоряд в смартфоне. Сразу же готовый видеоряд, который можно увидеть, потребить, и вот этот образ уже создан. На самом деле для того, чтобы создать видеоряд внутри себя, то есть просто помечтать, пофантазировать, нужна очень большая затратная работа мозга. То есть там сигнал, который пришёл из разных источников, какие-то звуковые сигналы, те же видео, кожные сигналы и так далее, они вот так вот по мозгу бегают, прежде чем собраться в единый образ. А тут всё удобно. То есть на определённый участок мозга падает видеоряд, и вот он уже готов. Ничего, собственно говоря, не нужно мозгу думать, а мозг у нас очень ленивый орган. Поэтому способность синтезировать образы реальности снижается. Допустим, дети рисуют просто ужасно, отвратно, вот такое слово. И бывает так, что дети очень умные, очень начитанные, образованные, когда мы доходим до кисточек с красками, начинается вот просто какой-то повальный ужас. Вот. Следующий навигатор и 3D-игры. Они заменяют пространственное представление, то есть умение ориентироваться в пространстве, в трёхмерном пространстве. И умения для этих очень важны, потому что на них завязано много разных других умений, например, как ориентировка в пространстве листа, понимание структуры нового языка и так далее. Дальше фото-видеозапись, которые сохраняются и сохраняют память о событиях, но они заменяют такое умение запоминать эмоциональный образ события, чтобы потом его излагать, каким-то образом вызывать в памяти и ещё раз радоваться тому, что это событие в жизни было. И управление персонажем в игре с помощью вот такого движения оно заменяет управление собственным телом, в результате чего дети становятся гораздо менее ловкими, выносливыми и сильными в сравнении с предыдущими поколениями детей. С другой стороны, Ольга пишет нам, появляются новые навыки, они быстро ориентируются в поиске информации. Например, абсолютно точно нельзя у детей отбирать телефоны и компьютеры, потому что им предстоит жить во взрослой жизни, и в этой взрослой жизни, их жизни, навык быстро добывать информацию, он будет системообразующим. То есть не умеешь владеть информацией, не умеешь добывать, обрабатывать информацию, ты не успешен. Поэтому да. То есть современные устройства фантазию вообще убивают, они вообще что-то новое смогут создавать. Но смотрите, в современных устройствах есть же много других программ. Есть, допустим, графические, дизайнерские программы, редакторы, в которых… Ну, кстати, вот в Конве это редактор такой простой, графические дети уже, начиная с первого класса, могут создавать какие-то очень интересные вещи. Есть программы для 3D-моделирования, например, программы для создания фильмов, мультиков. Но если мы тот же Among Us ребенку подключаем, и он там живет сам в этой игре, то для того, чтобы ребенок освоил редакторские программы, программы по дизайну, какие-то программы инженерные, нужно что? Напишите в чате. Людмила, спасибо. Вот вы пишите в чате, и я понимаю, что я не зря подняла эту тему, и что мои наблюдения верны. Для меня это очень важно. Вот. Что нужно для того, чтобы ребенок осваивал дизайнерские программы и инженерные программы, напишите тоже в чате. Помощь взрослого, совершенно верно. То есть нужно наше живое участие, помощь взрослого для того, чтобы ребенок начал использовать свой гаджет для своего развития. Да, знание, навыки. Ну и смартфон как аналог социальных связей, потому что чем дальше, тем больше смартфоны заменяют нам человеческие отношения, дружбу, любовь. Сейчас уже появилась чудесная Алиса, которая может рассказывать сказки, которая не обижается, если ее обзывают разными словами, которая знает разные игры, ну и служит как бы заменителем друга. Смотрите, какие социальные функции есть и как их заменяет смартфон. Есть родители, которые должны помогать, обучать и заботиться. И здесь множественные функции в смартфоне, которые заменяют нам вот эти вот родительские функции. Есть у нас друзья, живые друзья, и их можно заменить развлечениями, общением в соцсетях, каким-то таким дальним, да, социальные навыки, которые прокачивают тут именно смартфон в игре. Помогающие взрослые. Помогающие взрослые – это, допустим, доктора, это какие-то службы безопасности, и здесь тоже смартфон заменяет их, потому что там есть много всего про безопасность. Если смартфон включен и есть интернет, тогда у ребёнка есть карта, есть доступ к каким-то нужным телефонам, но в конце концов кнопка «Сос» тоже есть на детских телефонах. Ну и социальные взрослые – это мы с вами, педагоги, воспитатели, учителям, которые обучают ребёнка, и здесь тоже функцию обучения смартфон берёт на себя. Я, в отчасти, самое главное, как мы будем вот эту функцию использовать. То есть можно переложить на смартфон обучение, можно каким-то образом использовать вот это электронное обучение как инструмент. У 90% моих учеников долговременная память вообще не работает. Через неделю можно заново тему объяснять. Ну, конечно, а зачем ей работать, если есть ГОГО? Вот. Мозг реагирует на эти изменения очень чётко. Вот. То есть в какой ситуации развития наши дети оказываются? Первое – это недостаток движения, потому что они сидят постоянно, да, много сидят. Второе – это отсутствие режима дня. Это связано с некой такой свободой, в которой живут дети. Третье – это сенсорный голод, то есть недостаток впечатлений, ощущений от разных предметов, от разной среды, звуков, запахов, прикосновений разных картинок, вот всего этого, то, что у детей в прошлых поколениях было в избытке. Это избыток информации, которая просто льётся в мозг ребёнка и никак не обрабатывается, потому что нет времени на скуку, нет времени на обработку, да. И это отсутствие практических навыков, потому что, опять-таки, на выездах за город, на весных выездах это очень хорошо видно, что дети при всём своём уме и интеллекте позаботиться о себе не могут абсолютно. И мы собираем очень долго там ребёнка в единый комплект, находя ему перчатки, высушенные ботинки и так далее. Вот все эти вещи. Да-да-да. Вот. Это то, с чем мы с вами столкнулись, то, с чем мы сейчас уже живём, в этой ситуации мы живём. Таким образом, новые воспитательные задачи, которые стоят перед педагогами цифровой эпохи, выглядят примерно так. Преодолеть телесную неловкость, то есть то, что ребёнок не добегал, дать ему добегать. Вернуть тонус тела и ритмы по возможности. Обучить практическим навыкам, помочь выстроить коммуникацию с миром и обучить целеполаганию. Давайте посмотрим, как мы можем пройти все эти этапы. Спасибо за слова поддержки. Очень-очень важно. Давайте посмотрим, как развивается мозг и как функционирует наш мозг. Я не буду углубляться сильно в нейропсихологию, потому что уже все наверняка знают о этой системе, используют её. Просто чуть-чуть напомню о том, что согласно учению нейропсихологии в нашем мозге есть три блока, каждый отвечает за своё. Есть первый блок энергетический, древняя структура ствола мозга. Есть второй блок, который отвечает за приём, переработку и хранение различной информации. И третий блок, который отвечает за программирование и контроль. Долговременная память у детей развивается позже, это любовь, и она развивается под влиянием упражнений. То есть память ребёнка нужно развивать прицельно. Да-да-да, Людмила, совершенно верно. Вот такие вот три блока. Что мы видим по блокам? Ну вот если в целом, когда я сама пишу заключение или я работаю на группе, и ребёнок приходит к заключениям с заключением от нейропсихолога, понятно, что проседают первый и третий блоки. То есть с информацией ещё более-менее порядок, ребёнок может воспринимать информацию, но тонуса нет и воли нет, если так вот. То есть, грубо говоря, у нас дети слабые, очень умные и абсолютно безвольные. Это в целом. Теперь поточнее, что мы видим, какие нарушения в первом блоке. Дети быстро устают, долго переключаются на другую деятельность, зависают в каком-то состоянии, то есть если он спал, его не разбудить, если он играет, то его не переключить на прогулку, обед или сон и так далее. Дети с трудом управляют своим поведением, хотя в идеале уже в 6-7 лет дети со своим поведением должны справляться самостоятельно. Плохо засыпают, плохо просыпаются, очень невнимательны. И даже не то, что невнимательны, я вот заметила тоже по деткам, они как бы через какое-то время после начала занятия начинают плавненько так стекать. Вот он вроде бы здесь, а душа уже не здесь, он не чувствует, он не воспринимает, и ему нужно вот куда-то уйти либо переключить занятия. То есть очень короткие получаются периоды вот этого хорошего такого внимания. Это часто связано не с поведением ребёнка, а вот именно с тем, что первый блок развивается, работает плохо. То есть вот эти нарушения, они часто маскируются под социальные некие проблемы, и родители могут прийти и сказать, вот он у меня ленивый. Чего я только не делаю, я его спитываю, я игрушки вожу, а он ленивый. Да, и ко взрослым тоже относится. Совершенно верно. Вот. Или он у меня не управляет, но он у меня не слушается, не умеет слушать взрослого. Вот. Иногда это проблема именно с тонусом. В то же время мы видим, что вот такой слабый и безвольный ребёнок демонстрирует хороший интеллект, он много знает, у него развитая речь, иногда слишком развитая речь. Хорошо может читать, но почерк плохой. Вот здесь два примера. Первый – это школьник, а второй – это дошкольник, это тестозаборчик. То есть здесь нужно по прямой линии, не отрывая ручку, нарисовать узор из треугольничков и квадратиков, которые повторяются. Ну и вы вот видите наглядно, что происходит с тонусом у ребёнка. Заборчик начали рисовать, потом тело устало, рука устала, заборчик лёг на бок. Вот. Но обратите внимание на картинку, которая внизу справа, самая нижняя строчка – это после коррекции, после нейрокоррекции та же самая проба заборчиком рисована. Вот. Есть возможность сравнить. Ну и внизу чёрненьким – это образец. Вот в самом уголке справа. Что мы можем сделать, как улучшить состояние ребёнка? Прежде всего, свежий воздух, много движений, особенно ритмичных. То есть это такие длинные прогулки пешком, когда ребёнок идёт, идёт, свежает вот эти ритмичные движения ногами. Это различные массажики, разминания, общее ощущение тяжести, то есть ощущение крепкости своих границ. Я есть, у меня есть границы, я чувствую своё тело. То есть первый блок – это про то, чтобы почувствовать своё тело. Обязательно много спорта. Ну и если вы проводите занятия, то лучше включать физминутки, каждые 15-20 минут, и каждую час-полтора делать какие-то подвижные игры, либо зарядку, либо что-то ещё, чтобы ребёнок мог вернуть свой тонус. Но дети же, они от природы гармоничные, поэтому наверняка вы видели деток, которые свой тонус сами регулируют. Он посидел 15 минут за столом и пошёл вкакать по комнате. Мы его говорим, ну-ка, сядь обратно, не мешай другим, а ему вообще не до нас, потому что он приводит в порядок свой первый блок головного мозга. Справляться с этим можно по-разному. Был вебинар по СДВГ, поэтому смотрите там, если это интересно. Дальше. Нейропсихологическая коррекция или её элементы. То есть какие-то элементы вы можете вполне себе использовать. Есть прекрасная книга Семенович, нейропсихологическая коррекция, диагностика и коррекция. Там очень-очень много упражнений, и они вполне доступны и выполнимы. Это растяжки, это дыхательная гимнастика, это артикуляционное упражнение. Гимнастика для глаз, гимнастика для язычка, пальчиковые игры и какие-то моменты релаксации. Да дети, допустим, просто валяются на ковре и ничего не делают. Они, кстати, это очень любят. Да, некоторые даже строчку не видят. Совершенно верно. Вот две хорошие книжки. Посмотрите, когда презентация придёт, по логаритмике, потому что логаритмика – это тоже спасительная такая вещь, которая и настраивает ритмы, и даёт ребёнку радость, наслаждение движения, и в то же время ещё и простраивает речь. Так, я пишу в чат книжку. Семенович, автор. «Еиропсихологическая диагностика и коррекция детей дошкольного возраста». Ну, вы даже по автору уже найдёте. Она есть в формате PDF в открытом доступе в интернет, поэтому найти её не составит вам труда. Дальше что можно сделать? Это упражнение кинезиологии, когда мы делаем движения, разные движения в право и в лево. Вот такое вот. И в это время очень хорошо прокачивается тонус мозга. Это тоже вы всё можете делать. Очень хороши занятия на неустойчивых поверхностях. Вот на таких, например, можно просто вот такие штуки купить или просто мячики, прыгунки такие с рожками. Можно, если у вас финансирование есть, купить доски пелькового. Они тоже помогут, особенно в коррекционных каких-то группах. Вот. Ну и теперь уже давайте поговорим про второй блок. Хотя я сказала, что во втором блоке, который связан с приёмом и переработкой информации, проблем меньше, но проблемы всё-таки есть, и они связаны прежде всего не с приёмом, потому что с приёмом информации у нас всё просто отлично, а с переработкой. То есть как эту информацию связать в нечто единое целое. И получаются сложности, например, такие. Вот из кучки животных, да, зашумлённый рисунок, выделить отдельные фигурки животных. Или понять, что не хватает девочке, и дорисовать. Не получается у детей это сделать. Это то, что касается зрительного анализатора, зрительного восприятия. По слуховым не различаются близкие по звучанию слова. Потому что, когда такой поток идёт информации, тут уже не до каких-то тонких развлечений. Что ещё может быть? Нет ориентации в своём теле, нет пространственных представлений. То есть лево и право путать — это вообще вот запросто. То же самое на листе вверх-вниз, право-влево. Ну и то же самое в грамматических конструкциях. То есть мама везёт дочку на санках, и дочка везёт маму на санках — это вот как-то получается одно и то же у детей. Это всё, что касается второго блока. Как мы можем доразвить второй блок? То есть нам ещё раз нужно не помогать ребёнку находить информацию, а прежде всего помогать её обрабатывать. Это обогащение сенсорного опыта, это помочь разделить ощущения, дифференцировать, это помочь ощущения связать друг с другом, то есть слуховые ощущения со зрительными и кинестатическими, например, и помощь в том, чтобы создать операционные программы, то есть программы для деятельности, которые тоже у ребёнка плохо собираются. Ну вот, например, некоторые упражнения, которые мне очень сильно нравятся. Обогащение сенсорного опыта, то есть именно чувственного опыта. Здесь я привела примеры. Это пособия из системы Марии Монте-Сори, и они очень сильно помогают простроить вот именно эту систему дифференциации, то есть разделение оттенков, разделение предметов по тяжести, по длине, ширине, по форме, и ими очень удобно работать. Кто-то хлопает в ладошки, ещё напишите, за что. Ну вот, давайте ещё верну. Если нет денег на систему Марии Монте-Сори, то можно лихо заменить чем угодно. Ну, допустим, вот эти цветовые таблички мы в своё время заменяли пробниками из крупных магазинов строительных. Там много, когда продают краску и смешивают её вот в этих отделах, там можно бесплатно набрать вот эти таблички цветовые. с образцами цвета и их потом уже использовать. Ну и выкручиваясь, конечно, как можем. Те же шероховатые таблички можно сделать самостоятельно, и много чего ещё. Я не буду заострять внимание, потому что такой вебинар есть, он есть в записи, вы его можете найти и посмотреть. В открытом доступе есть. Не хочется повторяться, времени у нас мало. Дальше дифференциация ощущений, то есть начиная от каких-то кардинально разных цветов, иллюстрация слева, сверху, и заканчивая какими-то очень близкими оттенками, которые мы можем предъявить ребёнку и научиться разделять уже более близкие цвета или более близкие величины, веса, объёмы, фигуры и так далее. То есть все признаки предметов можно перечислять. Ну и мы запускаем процесс сенсорной интеграции. Что это такое? То есть у нас есть основные сенсорные системы, которые получают сигналы, и есть в головном мозге у нас особые области, которые отвечают за то, чтобы эти сигналы перекрещивались и превращались в единое целое. И вот здесь детям нужно помогать, потому что их мозг просто не успевает это делать. И здесь хорошо помогают ображнения на межмодальный перенос, такие, например, как узнать на ощупь и назвать. В чёрном мешочке что-то ощупывают фигурку и должен назвать. Найти на ощупь названный предмет, допустим, найти там тигра. Назвать предмет, который видит, нарисовать то, что услышал, найти на ощупь показанный предмет. Вот разные как бы. Русская матрёшка для чего подойдёт? Для работы с вечинами, допустим, да, подойдёт. Но работа с цветом, весом, объёмом, возможно, нужны будут какие-то другие пособия. Вот. Я не говорю, что это будет только мандесори. Я привела просто пример того, как это можно сделать. То есть, если раньше дети это всё сами нарабатывали, причём в очень раннем возрасте, то сейчас нам придётся это додавать каким-то образом, доучивать. Ну и много разноплавного движения, в котором есть программы. То есть программа, как мыть посуду, например. Или программа, как забить мяч в ворота. Или программа, как ездить на велосипеде. Это всё программы. И детей тоже нужно этому обучать. Это у нас второй блок. И ещё очень важно. Это нарушение межполушарного взаимодействия. Потому что если у ребёнка, кроме детского сада, семь кружков, если у него есть английская робототехника, подготовка к школе, чтение, ментальная математика и чего-нибудь ещё, то у него левое полушарие прокачивается, а правое в это время ленится. Как мы понимаем, что эта проблема у ребёнка есть? Он, допустим, показывает дислексию и дискрофию, если это школьник, плохо запоминает ритмы, стихи, последовательности движения, изобразительный ряд и плохо ориентируется в пространстве. Ну совсем. Да, волшебный мешочек вообще выход. Согласна. Дары Фрёбеля, да. Вот у нас уже пошла работа в чате. Это очень здорово. Что ещё? Если у нас правое полушарие плохо работает, то это плохая память на лица. Ребёнок может ошибиться, когда определяет пол или возраст человека. Он не различает эмоции у других людей и может попасть в неловкую ситуацию, когда нужно плакать, и он смеётся. Путает похожее изображение, изображение и фон. Вот здесь же перескакивание на строчку при чтении, потому что пространственные ощущения сбиты цифры, которые перерезают из соседнего примера и много-много ещё чего разных вещей. Как мы это настраиваем? Мы делаем с помощью упражнений. Ну, это вот рисование двумя руками классическое, доски сегена тоже классические. Ну, и много разных движений, когда одна рука делает что-то одно, а вторая делает что-то другое. Смотрите, кинезиологию, там эти упражнения тоже есть. Блоки денежа прекрасны, да. Блоки денежа, они настраивают, конечно, аналитические способности, но мы их тоже вкладываем в чёрный мешочек, и иногда вот здесь детям сложнее определить фигуру из блоков денежа, чем, допустим, фигурку тигра. Да, это есть. Блоки денежа тоже нам пригодятся. Вообще все подручные материалы нам пригодятся. Вот, это у нас второй блок, и теперь ещё хочется поговорить вот о чём. Смотрите, про игры речь пойдёт, потому что дети уже с 5-6 лет, они заходят в игры, они в этих играх живут, и что там происходит в этой игре, оно тоже очень нас интересует. Во-первых, в игре есть игровой персонаж, и у него есть такие качества, как всесилие и бессмертие, то есть игровой персонаж, он всегда будет героем. Но если вы сами в игры заходили, то наверняка знаете, что игровой персонаж — это не так просто, не просто герой, но это некая проекция бессознательных желаний. Что подходит для взрослых подростков, Ольга, поясните, пожалуйста, хорошо, и я вам отвечу. Вот, то есть когда мы персонажа создаём, мы свои желания на него проецируем, даём ему такую же фигуру, прическу, какую мы хотим для себя, допустим, даём ему те качества, которых у нас не хватает, а хочется проявить. Вот, то есть это наше второе «я», и, собственно говоря, это как фигурка куклы в игротерапии, персонаж, который живёт в игре, он развивает как где-то тоже нашу историю подсознательную. Вот, но там, в отличие от жизни, ценные качества приобретаются очень легко и автоматически, и есть некая иллюзия бессмертия, и у ребёнка вырабатывается игровое отношение к смерти. Ну вот тоже из последних историй, которые я услышала, сидит мама, сидит сын, играет в какую-то игру, мама говорит, слушай, там чайник скипел, налей мне, пожалуйста, чай. Он говорит, ага, только сейчас умру. Ну что, извините? Ну, подожди, я сейчас умру, выйду из игры и налью тебе чай. Ну вот, то есть про смерть ребёнок тоже думает где-то на уровне игры. У подростков в переписках много чего, там вообще это интересно, это отдельная тема. Не буду в неё заходить сейчас, зато не выйду. Но и игровой мир, который гораздо легче, чем мир реальный, потому что, например, уровень можно переиграть, и сделать это легко, что-то не получилось, зашёл снова, и этот уровень прошёл. В жизни всё гораздо сложнее. Благосостояние приходит легко, то есть можно за 100 обычных рублей сделать из своего персонажа супергероя или супербогача. Игры дёшевы сейчас. Да, чтобы стать героем, ничего не надо делать. А вот для того, чтобы стать героем в жизни, нужно сделать вот что-то максимально. И вот этот разрыв между игрой и жизнью, он детьми проходиться не может. То есть здесь нужна помощь взрослого, который его берёт за ручку и говорит, слушай, ты можешь стать реальным героем, это гораздо круче, и давай я тебе сейчас помогу. Вот в этом переходе мы должны здесь сопровождать. Вот, дальше мгновенные изменения по щелчку мыши. Ну, то есть мышка щёлкнула, и всё там, всё изменилось. В жизни так не происходит. Жизнь разворачивается как некий длинный процесс. И мгновенное переключение локаций. То есть вылететь в космос можно там за 3 секунды, пока игра перезагружает локацию. А в реальной жизни мы понимаем, что это может занять долгие годы. И опять-таки у ребёнка появляется желание и в реальной жизни всё делать очень быстро, по щелчку и без особых усилий. И когда это не получается в реальной жизни, возникает фрустрация, ребёнок уходит обратно в игру и там уже застревает очень и очень надолго. Вот в чём проблема игрового мира. Хотя, опять-таки, если работать с ребёнком вот в этом поле игры, то можно использовать его и как замену куклотерапии, сказкотерапии. И вот мы делаем программы летние, когда мы вот этот мир компьютерной игры переносим в реальность, и дети прокачивают, дети выбирают героев, прокачивают своих героев в течение смены, и возникает некая такая вот игра, но ребёнок из этой игры выходит реально более сильным, с какими-то простроенными качествами личности, и он выходит более взрослым. Ну, то есть, опять-таки, не отвергая эти игры, нужно просто взять их на вооружение и работать с этим материалом. По поводу навыков коммуникации. Как раз дети у нас, после того, как долго-долго сидят в играх, выходят в какую-то реальность и понимают, что они очень много не умеют в реальных коммуникациях, они знакомятся в сети, да, но познакомиться в сети — это безопасно, относительно познакомиться в реальной жизни очень-очень страшно. И что говорят дети, то есть это наши воспитанники говорят, страшно подойти и познакомиться, а вдруг другой ребёнок не захочет общаться. Вот отличие реальности от компьютерной, да, то есть Алиса всегда у нас хочет пообщаться, да, а вот живой человек может сказать нет. Страшно выступать, когда много людей смотрят. Или я боюсь подойти к компании, вдруг они меня не примут, или я не могу доказать учителю, что я прав какими-то не криками, не обидами, а вот действенными способами. Что говорят родители? У ребёнка нет друзей, то есть если я собираюсь, они сидят с рядочком на диван, вот и кажутся свои телефоны, либо они в тот же Амонгас играют по сети и в другие игрушки с темы. Что ещё говорят? Он слишком стеснительный, боится познакомиться, или слишком легко поддаётся влиянию. Его позвали, он пошёл, неважно куда. Устали от капризов и истерик, невозможно договориться. Что говорят учителя? Да, я вот вижу ваш чат и ещё педагоги, которые заранее были отброшены. Ребёнок не умеет просить о помощи, то есть он будет пыхтеть, обижаться, огорчаться, но не попросит помощи. Нет навыка сотрудничества, это точно нет. Ведёт себя как маленький и не владеет своими эмоциями. Конечно, школа не панацея от всех бед, но что-то мы можем сделать. Поэтому наша задача — научить общаться каким образом, то есть увеличить количество контактов, дать ребёнку возможность контактировать с разными людьми. Ну и уже искусственно, так вот за счёт игр и тренингов общения, которые мы можем проводить. Как мы можем эту работу спланировать, развитие коммуникации, смотрим, как дети коммуницируют, находим проблемные зоны, ну, допустим, они не умеют общаться, не умеют договариваться и постоянно ссорятся. К примеру, выделяем отдельные модели поведения, которые ребёнок не может демонстрировать, формируем эти модели и затем уже отрабатываем их в разных условиях. То есть сам процесс коммуникации разбиваем на отдельные маленькие, такие промежутки, отдельные задачи, и каждую задачу решаем целиком. Да, в школах буллинг, завтра поезжаю на класс, в котором был буллинг, тоже разбираться. И таких заявок у нас становится очень много, очень-очень много. Вот. И, например, как мы решаем, это вот прям кусочек моих планов, здесь написан. Допустим, мы видим, что дети боятся знакомиться. Почему они боятся знакомиться? Потому что не знают, какими словами, как подойти и познакомиться. Они не знают, как себя при этом вести, то есть невербальное средство коммуникации. Они не умеют друг друга слушать и не знают, как войти в игру, если игра уже началась. Например. И вот мы на каждую такую проблемку находим какие-то игры, и эти игры с ребятами проводим. Ну, например, игра Микси Макс, когда дети много-много раз повторяют слова «Здравствуйте, я Микси Макс», или «Здравствуйте, я Петя», Саша называют друг друга по именам, и таким образом вот этот вот ритуал знакомства они закрепляют. Или игра «Поменяетесь местами», где нужно быстро сообразить и поменяться местами. Ну, допустим, садятся в круг, есть ведущий, ведущий говорит «Поменяйтесь местами тех, кто в джинсах». Те, кто в джинсах, встают, меняются местами, и ведущий старается занять место какого-нибудь ребенка. Вот такая вот главная игра. Невербальные средства коммуникации — это крокодил, зеркало, связанное одной нитью. Например, ну, про крокодил знаем, да, ведь игра «Зеркало» — это два человека встают друг напротив друга, и один точности повторяет движение другого человека. Связанное одной нитью. Привязываем нитку за пальчики двум людям, и они должны ходить связанной ниткой, и эту нитку не порвать. Активное слушание. Упражнение «Интервью со звездой». Разбиваемся на пары, и каждый должен про другого человека из своей пары узнать, как можно больше за ограниченное время, за две или три минуты. Или упражнение «Что у нас общего». Разбиваемся на пары, выясняем, что у пары общего. Затем пары формируются в четвёрке. Четвёрки выясняют, что у них общего и так далее. Вот, интернет вам в помощь. Ну, и я не стала здесь расписывать, потому что я уже... Смотрите, был вебинар по общению, по коммуникациям. Он точно был, и, насколько я понимаю, он есть в сети, его можно взять и посмотреть. Вот, может быть, Татьяна Викторовна нам поможет прояснить ситуацию, можно ли его посмотреть. Ну, и как войти в игру? Допустим, упражнение, которое называется «Галактика», когда дети бегают в хаотичном порядке по группе или классу, и мы говорим «Объединились по три», и они должны встать по трое, «Объединились по четыре, по семь», и таким образом они разучивают вот этот вот навык быстро подходить к людям и говорить «Да-да-да, пойдём ко мне в команду». Вот, то есть через всякие эти игры можно запросто детей обучать коммуникациям. Смотрите, когда проводить, тоже вот разговор был недавно с коллегой, она говорит, что делать, у нас перемены по полчаса из-за коронавирусного расписания, и в эти полчаса дети друг друга убивают. Я отдохнуть не могу, я говорю, вы же всё равно отдохнуть не можете, проведите бы с ними вот пару игр. Для вас хуже уже не будет, но они хотя бы будут чем-то организованы. Ну вот как-то так. Вот, почему я игры сейчас не копирую? Татьяна Викторовна, спасибо большое. Ну, просто чтобы не повторять то, что было на других вебинарах. Смотрите. Выходите и смотрите. Вот примерные темы, которые можно взять для обучения коммуникации. Это те темы, в которых дети проседают больше всего. Знакомство, трудно, диалог, активное слушание, детский этикет, вообще этикетных слов не знаем никто. Это эмоции, команда образования, организация совместной работы, лидерство, управление командой, переговоры и работа в конфликте, то есть как выйти из ссоры. Да, дети сами играют. Кстати, дети, которые обучены играм, они начинают в эти игры играть сами. Я тоже вот это видела, и это очень радует. То есть, может быть, потратить какое-то время на то, чтобы обучить детей играм, и потом уже у вас появится время на отдых, потому что они будут играть сами. Как помочь ребёнку знакомиться и находить друзей? Это скорее правило для родителей. То есть, опять-таки, создавать ситуацию общения, научить формулам знакомства, этикету, тактично вести себя, не вмешиваясь в детские игры, дать возможность детям увидеть, как знакомятся другие. Это могут быть и реальные знакомства, это могут быть и фрагменты из фильмов, из мультиков и так далее. И в любом случае поддерживать уверенность в себе, чтобы не случилось. Даже если ребёнка не берут в игру, ну вот как мой семилетний воспитанник сказал, если тебя не берут в игру, создай собственную игру и набирай свою команду. Вот. Этому всему можно научить. Вот он у меня просто, видимо, задублировался. Сейчас, секундочку. И последняя тема. Сейчас очень быстро расскажу, что для нас ещё важно. Это формирование волевых качеств. Потому что третий блок головного мозга у детей тоже не развит по разным социальным причинам. Ну и телефон здесь тоже влияет, конечно. Что это такое? Это развитие мотивации, это умение соблюдать режим, ритуалы и традиции и цели. Что такое мотивация? Мы знаем, что человек, чтобы начать действовать, должен либо чего-то очень сильно захотеть, это мотивация к, да, или чего-то очень сильно испугаться, это мотивация от. Ну, как вы понимаете, у современных детей мотивации мало. Потому что, с одной стороны, хотеть ему сильно не приходится, потому что у него по щелчку пальца буквально появляется всё, что ему нужно. Вот. Ну и пугаться тоже нету особых поводов, потому что мама и папа стали такие более лояльны к детям и уже за ремень не хватаются. Хорошо, что они не хватаются, но какие-то вещи всё равно должны быть. Поэтому, сейчас верну ещё этот слайд, смотрите, что мы можем сделать для того, чтобы помочь ребёнку научиться управляться собственной мотивацией. Первое — это сделать небольшой промежуток между желанием и исполнением желания. Вот. И постоянно этот промежуток увеличивать. А с другой стороны — дать возможность почувствовать последствия своих поступков. Вот это не про наказание, а про то, что, допустим, если ты должен был купить хлеб и не купил, то ты кушаешь без хлеба. Никто не ругает, всё абсолютно спокойно, но кушаешь без хлеба. Вот. Не купил молоко, утром будет не кашка, а что-нибудь другое, там, бутерброд, например. И всё. Мы не поднимаем шум, мы не хватаемся за ремень, но ребёнок понимает, что если он что-то не сделает, он чего-то не получит. Всё на самом деле очень просто, и это работает. Может быть, не сразу, если ребёнок привык уже к каким-то другим вещам, но всё равно в перспективе это начинает работать. Дисциплина. Чёткий режим, неукоснительное соблюдение правил. Самое классное получается, когда какой-то коллектив, либо семья, либо группа, либо класс принимают правила, их развешивают, вывешивают на стенку и живут по этим правилам. Становится гораздо проще. Ты правила не выполнил, ты чего-то не получил. Почему обижаешься? Смотри, вы правила сами принимали? Сами. На стенку сами весили? Сами. Нету повода для обид. Не сделал, не получил. Всё. Это очень просто. Ну и одинаковая реакция на поведение ребёнка со стороны всех взрослых. Этого достичь необычайно трудно, но это очень хорошо дисциплинирует, если в идеале вы этого добьётесь. Это когда вы, родители, допустим, мама, папа и бабушка ребёнка относятся к нему ну примерно одинаково и на одно и то же действие ребёнка даёт одну и ту же реакцию. И реакция не должна зависеть от вашего настроения. Мы все, конечно, очень эмоциональны, но реакция должна быть чёткая. Одно действие, одна реакция, ну вот в любом случае, что бы ни случилось. Ритуалы. Это такие очень приятные вещи, которые, тем не менее, помогают тоже устраивать волю ребёнка. Например, утреннее приветствие, когда вы собираетесь в круг, например, какие-то праздники, безминутки и другие ритуалы, которые вы себе придумаете в детском саду, в школе, либо даже дома. И какие-то вещи, чисто инструментальные, которые помогут детям обучиться планировать. Например, это маркерная досочка с планом дня, вы её вместе с детьми заполняете, и потом, когда вы что-то сделали, допустим, занятие по математике состоялось, дежурный подходит и ставит галочку. Это сделали. Смотрим, что дальше. Дальше прогулка, мы идём на прогулку, потом тоже ставим галочку. Это вас спасёт, если у вас дети с аутизмом в группе или с ЭПР, потому что им расписания очень нужны, и это должно быть визуальное расписание, и визуальное расписание тоже хорошо работает. Если ребёнок уже школьник, то это будет красивый ежедневник или программа-напоминалка в телефоне, с программой вы поможете ребёнку уже разобраться. Самое главное вот в этом процессе обязательно ставить отметки о том, что определённый пункт распорядка выполнен. Вот таким образом. Ну и на этом я хочу закончить. Мы с вами прошлись по всем проблемным зонам, по всем проблемным местам современного воспитания, и я вам желаю, чтобы ваши цифровые дети были умненькими, были образованными, ну и параллельно с этим они были сильными, весёлыми и счастливыми людьми, и вырастали такими сильных, весёлых и счастливых взрослых. Я желаю вам успехов и процветания. Благодарю за внимание. Благодарю аудиторию за отклик, потому что это мне безумно важно. Ну и до новых встреч. На всякий случай координаты оставляю. Можете писать, связываться. Я всегда рада любому общению. Ну и на этом я заканчиваю. Передаю слово Татьяне Викторовне. Татьяне Викторовне.